Что ж, давайте отправимся к специалисту и узнаем, какие методы диагностики помогут определить грибковое поражение ногтей. Грибок ногтей чаще поражает пластину стоп, реже кистей, и его легко можно спутать с другими заболеваниями. Есть масса заболеваний, которые могут привести к деформации ногтевых пластин. Например, такие как сахарный диабет, псориаз, потом системная красная волчанка, различные дерматиты кистей, стоп, когда пациенты пользуются длительно гормональными мазями всякими. Может быть также следствием какой-то иммуносупрессии, может быть следствием заболеваний щитовидной железы. Определить, что стало причиной деформации псориаз, сахарный диабет или грибок, может только врач. В этом помогут лабораторные исследования. На грибковые заболевания производится забор с ногтевой пластинки. Берутся также как ногти стоп, так и ногти кистей. Забор мы производим на предметное стекло, капаем 20% щелочь и накрываем покровным стеклом. Для правильности результата мы оставляем в камере до следующего дня. Микроскопируем и выдаем результат только на следующий день. Почему? Потому что для ногтевой пластинки очень плотные, и чтобы они хорошо растворились. Под микроскопом мы видим не только дрожжевые клетки, но и мицелий. При этом стоит соблюдать некоторые правила. Во-первых, ногтевая пластина должна быть чистая, без мази, спреев или лакового покрытия. Во-вторых, соскоб берется на месте. Если вы постригли ногти и принесли их с собой, такой материал у вас не примут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok